самая популярная тачка на нашем канале за все годы существования нашего контента тойота prado крузаки 200 и лексусы 570 ночью не буду перечислять все производные от тойоты и лексуса их владельцы очень обожают но как видите часто прячут в гаражах потому что за них очень сильно переживают но не нужно этого делать потому что есть уникальная современная система защиты вашего автомобиля цезарь smart она разработана специально для лексуса и тойоты допустим вы оставили ваш автомобиль где-то в незнакомом месте или на неохраняемой стоянке переживаете что кто-то поцарапает толкнет или не дай бог угонит цезарь smart можно подключить систему спутниковой сигнализации выбрать тариф день ночь выходной день ну либо еще какой-то другой и в случае какого-то инцидента на место происшествия выйдут сотрудники цезарь сателлит а в случае какого-то чп отправит туда группу быстрого реагирования также вот цезарь сателлит есть удобное приложение которое можно скачать в appstore или play маркете которым можно будет пользоваться массой удобных функций например автозапуск автомобиля просто с телефона не нужно где-то мерзнуть теперь приходить его прогревать все будет сделано уже за вас также если автомобиль где-то забыли ну есть масса паркового когда много автомобилей ты выходишь супермаркета не можешь его найти либо там вообще ком-то дворе просто нажимаешь поиск автомобиля он его находит прокладывать вам маршрут и если это ночь ваша тойота или лексус поморгает вам фарами чтобы никого не разбудить а если это будет днем она просто подаст звуковой сигнал также приложение цезарь smart можно отслеживать техническое состояние ваш автомобиль но это еще не все можно посмотреть когда и какие поездки по каким маршрутам вы совершали когда вы запускали двигатель когда срабатывал датчик удара когда его эвакуировали но если такое произошло так что переходите по ссылкам в описании по промокоду антон вы получите скидку 15 процента специально для вас попросили защитите ваш автомобиль и пользуйтесь удобным приложением чтобы облегчить себе жизнь упростить всем привет ох чего сегодня будет она едет мне так интересно сравнить эту жигу но это я повторяюсь моя фантазия на тему чтобы сделал автоваз если бы захотел сделать жигу полноприводный ну это заводская него когда пантера называется не знаю этот цвет или модель но мы позже вам раскроем все эти подробности обычная новая него на зимней резине без блокировок старая зимняя резина шипована все тоже без блокировок ничего тут нет никаких доработок хотим проверить машины разная развесовка разная база колесная не буду вас утомлять долгими рассказами поедем просто сами все посмотрим погнали мы немного лоханулись когда начали делать эту семерку что-то как-то не подумали вы реально лоханулись нужно было сразу сделать все доработки внести изменения в конструкцию чтобы можно было есть по дорогам общего пользования мы быстро сделали буквально за месяц а потом поняли что по дорогам то ездить нельзя а по катушке хочется проводить сейчас поедем испытывать что просто доехать до места по катушке нам придется 50 километров ехать на эвакуаторе которая нам постоянно помогает уже не знаю так сколько-то не машин 20 уже привез до издалека короткие поездки мы не считаем а так наверно 150 поездок у нас было но уже мне какой-то абонемент давать но виталий молодец всегда и как не позвонишься ты где я сейчас приеду через пять минут в любой часть страны короче не повторяйте наши ошибки если вы хотите делать какие-то доработки своим автомобилем просто изучите закон я может быть даже напишу вам давайте аннотацию под этим видосом порядок я весь уже узнал как нужно было сделать просто прочитать на самом деле ничего сложного покажется может быть на первый взгляд что это сложно ничего там сложного нету просто прочитайте как это сделать и у вас не будет таких ложечек как у меня блин она мне нравится я себя поймал на мысли что последнее время вот мне больше всего зашел у вас особенно его покупка и пока тушь и вот это жига потому что когда ты уже привык наверное мы ездили на всем уже как-то все замыливается все эти ощущения впечатления но вот это не то ли может потому что я родом из ссср из восьмидесятых и все таки я эти помню ощущения я вот недавно музей ездил а так и повал от этого всего легкий скажешь нашему капуну gtr тысячи сил gtr тысячи джига полный привод аж и га полный привод ну как ты грустно тебе без хаммера честно но снится тебе чтобы вам было интереснее мы делаем как первым едет лёха на прадике и прям первым и едешь вот это будет интересно я специально встал тебя пропустить хорошо если 2 едет мива ну она меня не спасет если я жестко вот так вот да ты там не утонешь я если чё через миву тросом тебя пыльярм перископ не успел поставить понимать куда смотри давай ну давай мы первые вдвоем а ты на страху я не знаем чего получат в лесу потому что две недели назад был вот так вот снег но за это время он подтаял это все нет зато он сегодня тяжелый мы надо ездили был мороз он такой пушистый достаточно был снег мне паша подарил датчик пусто вы скажете но нет это у моего дедушки артериального я девушек уже подарок этот анометр и вот едешь у тебя где-то подъем крутой или вот-вот забуксуешь так вот берем и меряйте на пустом баке еду чтобы легче было вот она прыгает ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может, ты на арку засадишься? Ничего, вообще уверенно есть. Пусть ты прямо глубоких нет, чтобы был. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, что-то едем, едем. Нужен какой-то оффроуд, либо целина, да, Лёх? И Лёха говорит, там осталась куча машин, какое-то препятствие, не знаю, мы его не заметили. Предлагаю сейчас здесь развернуться, попробовать и поехать туда их спасать. И посмотреть, что там вообще происходит. Потому что этот огромный гелик должен же как-то под деревом проехать, под которым Жига спокойно выскочивает. Нравится, Жене? Будешь менять парка на... Нет. Все проехали под бревном. Нету только Туарега и нету крузака черного, Прадика. Тут тебе ничего себе, да, Жень? Да, это вообще сильно. И японец, как ты любишь. Да, да. Это чудо-техни. Ну че, как тебе? Вообще яд. Яд. Яд, деда. Смотри, куда поехал. Стой, 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 стой. Тебе слабота? Я тоже хочу. И я тоже. У меня все время ощущение, что Колян за рулем. Едем туда. Да давайте. Коль, подскажешь ему там че как, а то он такой еще зеленый. Тебе слабота? Коль, подскажешься. Почему с завода сразу не делать такую машину? Да потому что не было необходимости, делали вот такую вот Ниву, спокойно. Я бы лучше взял такую семерочку, чем Ниву. Комфортнее потом? Комфортнее, багажник есть хороший, а там же вообще ничего не в порядке. Не комфортнее, чем Ниве. Нива короткая, ее колбасит вот так на дороге, а эта длинная, она никуда ее не переворачивает, а едет мягко. Деревья все переезжают, как лежащий полицейский, мягенько, потихонечку. На самом деле Жига и выглядит очень эпично, очень. Нива, она выглядит как-то обычно, залазит в нее раком, вылазит раком снега. Жига выглядит необычно, потому что Нива в лесу это стандартная ситуация, а Жига в лесу это уже как бы, извините. Жига в лесу это уже как бы, извините. Это вообще жестко. Давай, давай, Шподенька, давай! Включи первую, повыше тут попробую. Но центра ставь заблокирована, да? Давай назад, сильнее! Я, конечно, читаю комментарии, которые в личку пишут про наши отечественные автомобили, что мы на них переселим. Да, но это тоже прикольно. И это, кстати, не последний вариант, который мы купили. Еще вы увидите в скором времени у нас несколько вариантов отечественного производства. Вот мы все ездим на иномарках, да? Вы делали ТО за последний месяц, за последние две недели? Какие сейчас цены? Накидайте в комментарии. Вот мне просто интересно, кто с чем столкнулся. Если у вас есть сложность и у вас подошло время сделать техническое обслуживание где-то на дилере, просто переходите, есть уникальный, шикарный сервис. Называется он Автоспот. Заходите в раздел сервиса и ТО, забиваете туда данные ваших автомобилей. Не надо от руки ничего там наколачивать. Можно просто выбрать из выпадающего списка. Давайте просто для примера возьмем самый распространенный автомобиль, который бегает по нашим дорогам сейчас. Шкода Рапид 1.4, 125 сил на роботе. Вносите туда все эти данные и смотрите просто на карте города. Предложение от официальных дилеров по стоимости технического обслуживания. Выбираете, побегали, курсором выбрали, записались. Тут же удобно можно записаться именно и поехать к дилеру именно по этой стоимости. Потому что там разбег по ценам огромный. И даже 5-10 тысяч этой разницы, они сыграют очень хорошую сейчас роль. Это будет очень хорошая, значительная экономия. Поэтому переходите по ссылке в описании, переходите на Автоспот и делайте ТО наиболее выгодным способом для вас. Ощущение вообще кайф. Дай попробовать. Дай, да, я сам заеду, попробуй попробовать. Уступление воняет. Да, да, да. Не трави, не поли. Да, я не палю. Офигеть. 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 Просто псих. Да нет. Это не я. Жига? Да. Пусть Нивы теперь покажут! Чувствовать Ниву! Дерево сзади! Сзади дерево! Он зацепился, Михацевич! Давай! Давай еще! Давай еще! Еще проходим! Не ломай Ниву! Она не такая крепкая, как патрон! Все подплотил! А что за блокировка сзади стоит? ДИЗЕЛЬ 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 НЕПЛОХО! Ну, СЕМЕРКА, конечно, удивила! Короче, Арктик Трак 200-й! На механике! Это дизель на механике! Очень редкая комплектация! Почти 4 тонны веса! Сейчас будет пробовать за жигами заехать! За него вообще бревно не пускает! Все-таки размер автомобиля и колес решаем! Просто взял чуть-чуть, перевалился! Сейчас УАЗ! УАЗ на самоколках зайдем! Музыка Субтитры делал DimaTorzok Сюда еще поедет Геленваген, 3.2 мотор, МТ-шка, 33 по-моему, если я не ошибаюсь. Поедет, говорю, без блокировок. Вообще, бревно, бревно вообще не заметил. Большие колеса через бревна переезжают. Сейчас мы Прадо посмотрим, он наверняка сюда тоже поедет. Жигули, конечно, прикольно наблюдать в лесу с большими машинами. Надо жигу чуть подтянуть, я бревно там уперся. Давай, мы тянем. Есть у вас веревочка? Проедет так же легко, как проехали Нил. Сейчас меня спасут. Ты что, застрял? Я бревно там уперся. Ты уже чаек пил? Нет. Красавчик. Пусть она лопала. Все, жопа. Заголовок видоса. Разбили жигу. Все с первого раза оттуда не заезжают, дают туда назвать. Так, поэтому надо, надо с первого раза. Сразу. Сразу сходу. Тогда надо закрывать окно. Начнет кидать грязи. Да, никто сходу не может. Да, сходу никто не дает. Там была на ходах, да. Какие ходах? Подложки там же оставили. Да, твой. Черт, черт. Стой, стой. Блин, ну я вовремя просто. У нас шоу оторвили этот кардан. Никто здесь не заехал с этого места. Можешь вот отсюда сразу сходу заскочить. Никто не заехал. С бампером пройду? Да. Накажи их всех. Мы как группа поддержка будем махать для тебя. Накажи их. Давай попробуем. Можно с разгончиком нашел. В общем, мы с ребятами на Нивах сейчас посоветовались и решили эту горку брать. Будет большая гора не с разгоном, а от основания останавливаться. Вот давайте мы сейчас развернемся. Если разогнаться, то в принципе все могут заехать. Мы хотим сравнить все-таки наши машины. Вот от полена встать прямо на самом уклоне и с места трогаться ехать. Кто какой режим выберет уже там, не важно. Посмотрим, что кто как поедет. Погода так сильно изменилась, что трудностей ни у кого нет. Но Юра говорит, что сейчас мы найдем какое-нибудь сложное препятствие. Отбитый. 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 Как дела, пацаны? Надо лакнуть, локация. А, локация? Локация, лакнуть. О, вот они ваги. Настя, вот он твой ваг. Суметь, BMW сюда даже не доехала ни одна. Нам нечего вам доказывать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, я готов. Все, погнали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Езжай! Долби! Скажите с такой передачи, я ж не знаю. Давай, за второй пони. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Иван на самоблоках не может заехать. Семерка тоже не смогла. Здесь надо разгон брать. 200-й ландкрузер на механике. Бросил газ, потому что потащил на дерево. Брызговик оторвался. Какой арк? Брызговика. Смотри, вокруг арок трубы есть защитные, но в лесу они не спасли его. Слишком крепко брызговики прикручены к аркам были. Оторвался брызговик вместе с аркой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Попойся, раду-то разбой. Блин, сегодня с геликом на самом-то деле то блокировки перестали работать. Чуть часа, чуть не перевернулся. Смотри, ты не видишь троих. Все на микро-делине сидят, смотри. Одинаково улыбаются. Звук был плотный. Плотный. Защитный. Чисто защита просто. Это фаркот ударил. А-а-а. Вот это нормальный пацан наш, да? В8, а сколько у него? Четыре, наверное, да, мотор? Здесь с горкой с секретником. Где-то бревно, там бревно стоит, его не видно. И все заезжают просто бревно. Пух, пух. Я такая, это, говорю, шифер-нива надо такую делать. Надо автовазу скинуть. Пусть назовут шифер-нива, а то что? Простаивать такому добру. Он недоволен своей кличкой, а сейчас он сам слышит. Еще шифер это в призвании. А он, наверное, в виде видео почитал, что это нормально. Это не зашкварно, да? Да, да. Ребят, вам в микро-делине подкинуть будут. Кайфуем. Так, новая Ашнива. Не знаю, как правильно называется. Свет красивый. Как только он победил чувство страха, сразу заехал. Я встаю на краю. На обрыве, на грибой. Не могу пошевелить и рукой, не головой. Зашемило сердце мне в голове, замкнуло. Мне осталось только петь, что ветром. Я не могу пошевелить. Я не могу пошевелить. Ты ушел от меня, крышей женщины хромой Моя мама запретила возвращаться мне домой Моя левая нога с края соскользнула Мне осталось только петь то, что ветром голову надула Закипел? Не, не, я даю остыть, она чуть начала греться Капец, она прет Жестко Но она лучше, чем твоя шестерка Попробуйте лучше Не, ну ей реально тяжело прям по этому снегу ехать, офигенно Надо ее себе оставлять Я сначала думал, ее может продать через 3 серии Мы там в дрифте вот так вот ехали Че, Юр, махнемся? Ну что? Разобьешь нам руку? Ну, надо патруля Разбей руку, хватит, разбей Субтитры подогнал «Симон»? Субтитры подогнал «Симон»? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...